В Википедии 17 лет уже, а ведь данным 5 лет, и молоды были. В этот момент было решено сделать более космологический вариант Википедии, и долго хотели сделать это виноват в самой Википедии, решили сделать отдельный проект. Ну, я всё-таки без презентации. В общем, есть проект, в котором в данный момент 45 тысяч неких сущностей, которые действуют с утверждениями. В утверждении, в данный момент, 600 миллионов. И, по сути, это проект, который агрегирует, в частности, открытые данные из разных источников. Он сам под лицензией Creative Commons 0, то есть обычного общественного состояния. И эти данные, которые, в частности, собираются из Википедии, из всяких баз держатых данных различных государств. Ну, тут вопрос большой лицензии очень. Потому что практически всё, что вкладывается, у нас вкладывается под кабинетными лицензиями, либо, по крайней мере, под комиссивными, данные, по крайней мере, требуются. Мы данные собираем просто с таком вит, который требует изначально их выкладывания в максимально открытом формате. И, если они не знаком в формате, то требуют, по крайней мере, университетной чистки. Ну, собственно, зачем это надо? В первую очередь, данные используются в Википедии. Ну, то есть, вот, если вы видели, там, статьи Википедии, там, карточки справа, это, по крайней мере, русская Википедия, всё используется в Викиданных информация. Во-вторых, у нас есть Sparkle endpoint, ну, то есть, возможность сделать запросы, делать исследования, анализ. И, ну, то есть, по Википедии каждый год там выходят десятки публикаций научных, по Викиданным они единичны пока, но, я думаю, в будущем это будет, скорее, именно исследование Викиданных больше, чем после Википедии, потому что именно анализ больших массив данных позволяет всё-таки к чему-то приходить. Вот, в плане, если вернуться к образованию, тут есть у нас две точки соприкосновения. Первое – это использование Викиданных в качестве неких обучающих материалов, и тут с международным опытом всё плохо. Ну, то есть, было обсуждение в прошлом году на международных конференциях, как их использоваться, но, в целом, скорее всего, в основном не использоваться. Вот, и у нас есть опыт ПетрГУ, Петрозаводского царственного инститента, который использует Викиданные в качестве тоже некого обучающего материала, уже там вот один класс прошёл полностью, и студенты использовали данные в качестве некого массива для анализа, для обучения анализу данных, ну, в качестве неких данных для работы с программами, это обучение программированию, написание кода, и, в целом, опыт, скорее, положительный. То есть, по итогам, во-первых, было некое дополнительное дополнительное данными и, в целом, данные, которые общественно доступны, с ними можно работать. Во-вторых, студенты провели анализ, и, ну, в общем, те, кто это сделали хорошо, они, по итогам, получили сервисовую статью. То есть, как бы, ну, вот, по сути, ведь работали с данными, и получили и публикации некоторые получили для себя на будущее. Ну, в общем, вот. Я не знаю, то есть, как бы, знаете, мы всё-таки в стороне немножко от всех, да, потому что всех занимаются государственными данными и анализом данных, мы, скорее, это... Ну, вы, на самом деле, в ядре этого образовательного процесса. То есть, всё, про что вы пишете, это всё как-то передаётся и транслируется детям, студентам, взрослым и так далее. То есть, всё, ради чего существует система образования, вот всё находится в Википедии. Хотя они все с этим согласны. И считают, что Википедия — это свалка каких-то данных, но я сам бы пробовал там какие-то статьи публиковать. Мне с большим трудом, в общем, удалось это там заопровить. А я бы считал, наоборот, полезным всем университетам создать у себя подразделение как бы википедистов и, собственно, хотя бы те энциклопедические статьи, которые учёные в университетах пытаются писать, публиковать хотя бы в Википедии для начала, а не только в тех научных журналах, которые потом будут индексироваться с компаса или вовсайдс и так далее. Ну, я немножко напомню. С Википедии участвуются. И даже в России там есть где-то пять вузов, которые регулярно проводят... Ну, тут всё зависит от личного преподавателя, который сам умеет работать с Википедией. Но программа именно по привлечению студентов в Википедии, обучению и работе с Википедией и написанию статьи Википедии как итогового материала — это и в МГУ проводится, в частности. И, в общем, несложно примеры университетов привести. Но... Ну, хотя бы в МГУ. Ну, в МГУ, да, Санислав Катовский периодически проводит эту работу с студентами. И, как итог, получается, статья Википедии — это, опять же, работа с источниками со стороны студента и включение работы в каком-то формате, когда не только у него есть доступ к этому материалу, и мелко-нимое рецензирование материала, но такое тоже неплохое. Спасибо большое. Есть ли вопросы к Сергею? Сейчас. Нет. Может, есть вопрос? Да. Легитимно ли ссылаться на данные Википедии, на ваш взгляд, как на исследовательские данные при написании какой-либо работы? Ну, смотрите, зависит от того, что вы исследуетесь. Если вы исследуете вопрос Википедии в качестве на юридическом каком-то исполнении? Если это не остороннее, на любую другую предметную тему, например, дипломная работа студента? Ну, скорее всего, данные Википедии не полные, восстановившие или еще раз другой. То есть это именно в целом какой-то массив данных, которым вы не можете полностью доверять. У меня был вопрос про обновления. То есть вы там, допустим, данные откуда-то берете, если вы как-то их когда берете, то вы их подключаете, чтобы обновления сразу как у вас было, или скачали и там дальше. Ну, то есть как скачать Википедии? Ну, то есть как скачать вообще всю Википедию? Не-не, у меня вопрос по-другому. Вы скажете, что вы берете какие-то государственные открытые данные? Правильно? Ну, смотрите. Весь копируете. Зато у нас государство ушло вперед, как бы ваши данные остались. Обычно так и есть. Так и есть, особенно потому, что сложно обновить. Например, если там у нас есть куча данных про программное обеспечение, там данную о последней версии программы можно автоматически обновить. То есть сервис предоставляет, в общем, какой-нибудь хостинг тот же BitHub, позволяет получить данные о последнем релизе. В качестве, в частности, когда мы говорим о открытых данных государственных, сложно сделать так, чтобы какие-то данные обновлялись. Потому что они должны быть хорошо машиночитаемые, полностью как-то вот какими-то квалификаторами. Вопрос. То есть вы один раз скачали, или вы на столе какую-то машинку, которая там мониторит, там, парсит? Это, скорее всего, должен кто-то завести. То есть завести туда. Потому что как раз вот Дни открытых данных, они для чего проводятся? И вся эта история про открытые данные. Чтобы, например, Министерство финансов делало API, для того, чтобы Википедия могла данные из Министерства финансов вставлять в свои статьи, ну или там в какие-то разделы данных, и, соответственно, чтобы пользователь мог их получить оттуда в машиночитаемом виде, значит, как из Википеданных, условно говоря, так и из Министерства финансов. А у нас получается, что бюджеты публикуются в сканах или в PDF-ах, значит, должен найтись энтузиаст, который это все распарсит и передаст Википеданные или на GitHub положит, чтобы там появился API, значит, и после этого уже аналитик может взять эти данные и провести какой-то... Вот теперь мой вопрос еще раз задать. Вот, допустим, я энтузиаст, видимо, здесь моя роль такая, значит, который готов распарсить, как бы выложить, но я готов не распарсить, я готов сделать движок, который будет в режиме реального времени, смотреть обновление. Этот движок должен быть на моей площадке или Википедия ваша предоставляет возможность этот движок у вас захочет, чтобы он... я просто на питончике это напишу, он будет сам скачивать, обновлять. Вот про это в том числе вопрос. Ну, Википедия сама не позволяет, но... То есть у вас именно сколько данных? Есть площадка, которая просится фондом Викимедиа, где можно с доступом к базам Википедии не на запись, не на чтение, и... ну, размещать свои инсунаты. У меня, скорее, был вопрос про запись, ну, хоть так, да. А как она называется? Викимедиа-форш, по-моему, сейчас. Ну, раньше Викимедиа-тренсервер. Максим, у меня тоже будет вопрос. Угу. Да. Вопрос, собственно, к Сергею. В рамках курса по методам научных исследований я вместе со своими студентами организовала некий репозиторий, Вики-репозиторий, да, мы развернули свой собственный, и, собственно, несколько групп студентов по моему заказу, да, собственно, писали научные... ну, точнее, не научные пики статьи по фронтирным каким-то вот вещам. В результате выяснилось, что часть из людей сделала вполне приличные статьи, часть не очень приличные, но сейчас вопрос будет про приличные статьи. Есть ли какая-то возможность, собственно, эти статьи перенести в нашу русскоязычную Википедию? И есть ли какой-то человек, не очень хороший бюрократический термин, так называемое ответственное лицо, с которым мы могли бы проконсультироваться, показать наши вот хорошие, приличные статьи, чтобы можно было затем их перенести в русскоязычную Википедию? Ну, наверное, не могу их посмотреть потом, но, в общем, вопрос скорее в тематике, в стиле и в лицензии. То есть, если лицензия соответствует тому, что может быть Википедия, провал сейчас Creative Commons Байоса? Да. И они написаны в миниципопедическом стиле значительные темы, которые они провели.